Ну, очевидно же, что мы видим очень важный, кстати, фактор, это технологизация войны у передовых стран, потому что не сама Америка воюет, она передает вооружение, которое мы видим, что выливается, значит, война именно с ними. Да вооружение-то сами, сами обнаруживают, сами производят пуск, сами поражают, сами наводятся, сами, значит, поражают укрепленные объекты. Сейчас все автоматизировано, прицельные устройства... Дальше ты же пушку танка, она идет постоянно, так сказать, находится в состоянии готовности открыть огонь. Это же все автоматизировано. Мы же с тобой осознаем, что сейчас то, что принято решение в Мадриде, они их расшифровывают сейчас в Верхах, на саммите НАТО, вот только закончившемся месяц назад, там меньше еще, война автоматизируется, машинизируется. Будут воевать роботы, просто роботы, машины будут воевать, никто не станет... Вот говорят, вот они там умирать не любят, европейцы... Конечно, в потребительском обществе европейцы, американцы, конечно, они хотят жить, они хотят всего остального, но идиоты, вы же не понимаете. Если они не захотят умирать, то умирать будут роботы, которых они построят, сделают, и которые вместо них будут воевать. То есть у людей неправильное представление, то уже если они хотят воевать, они слабые, и они не в состоянии ничего противопоставить. Это робот, но это робот, а что это? Робот. Робот. Управляемый джойстиком робот. Сейчас будут танки-роботы, сейчас будут БТР-роботы, сейчас будут минометы-роботы, сейчас будут все системы вооружений, которые, в общем-то, не требуют участия человека. Ну, джойстиком на расстоянии в тысячу километров будет управлять этим, значит, управлять этим роботом, вот и все. Они просто не отдают себе отчет, как это все работает. Ну да, это вот, допустим, передадут ватникам. Значит, 300 тысяч оценивает общее число участников вот этой операции, 300 тысяч. Ну да. 300. А по данным и британской разведки, да, и по данным, я уж не говорю про украинские данные, они там более оптимистичные, более третьи либо убиты, либо ранены. То есть вышло из строя. Со стороны России. Со стороны России. Да, со стороны России. Каждый, третий, каждый третий. Это же, это, это не как, это вот, я вот уже еще раз скажу, может быть, повторюсь, есть Дмитрий Некрасов, тебе известный. Да. Он там большой оригинал, и он учит и изучает то, чего не изучают другие. И вот он изучил историю войн и историю потери в этих войнах. И вот он сказал, что в древности почему так все с удовольствием шли воевать и грабить, и обогащаться, и заслуживать чины, награды, и регалии. Потому что уровень потерь психологически допустимых приемлем был 2-3%, но убитым. Ну а 3%. То есть шанс, что ты останешься жив, был 97%. Ну что, пусть, да, 98-97%. Когда пошло современное оружие, этот уровень психологически допустимый, когда армия воюет, идет на наступление, он там увеличился, ну, до 5-7% максимум. А при 10% наступает уже паника. А мы имеем 30%. 30% это вообще кровавые бани. Это вообще мясорубка. И как вот можно бросать людей в эту мясорубку, еще требовать от них там чего-то. Но это, в общем-то, я понимаю, что они дурачки. Но те, кто их бросает, этих дурачков и идиотов в бой, он просто абсолютный преступник, абсолютный мировой зло. Они же понимают, в какой уровень потери. Они-то точно знают. Конечно. Да мы с тобой можем там сомневаться или там ссылаться на данные то ли британские разведки, то ли там на данные ВСУ. А они-то точно знают, вот эти ставки верховного главнокоманды, они точно знают, какие потери. До солдата. И они не должны, по идее, были бы содрогнуться и ужаснуться. Нет, они говорят. А мы еще бросим вам 330. Ну вот как раз об этом-то и стоит поговорить. Нас 70 тысяч смотрят. Нас больше 20 тысяч поставили лайк. Спасибо, дорогие друзья. Не забывайте, что через 28 минут у нас ежедневный эфир с Алексеем Арисовичем в 22 часа по Москве и по Киеву это одинаковое время. Но мы вот обсудим еще вот и эту тему. Вот потери, мы назвали-то эфир сопутствующий ущерб. Он же ведь оказывает этот ущерб. И, собственно, стороне агрессора тоже. И ты видел этот сюжет, где, значит, родители, и они говорят, да, погиб сынок. Ну, Ладу, говорит, купили на похорону. Видел, да? Ну, многие опубликовали видео. Это же не то, что мы с тобой снимали. Это снимала Россия-1 как местная. ВГТ-1 там, как компания, которая был филиал там этого. То есть мы наблюдаем совершенную дикую картину. Попагандистский сюжет. Понятно, для какого-то герой погиб, но зато Ладу белую купили. Понятно, что у людей ни с тактом, ни со вкусом, ни с пониманием. Ничего нет, что такие сюжеты давать. Это мы все понимаем. Но мы видели и другие примеры, где матери разговаривали со своими сыновьями. Вот я тоже смотрел. То, что СБУ публикует. Это не тоже один. Ой, сфотифицировали, петь. Нет. И в таких записи масса. Масса. Причем даже агрессивно. Масса. Вот. Где родители разговаривают со своими детьми, контрактниками, молодыми людьми. Это где 20, 21, 22, 25. Прошли срочно, остались на контракте, отправили в Украину. Но послушай, там вообще какой-то дища. Во-первых, это первое. Материальное все. Повязано на материальном. Второе. На каком-то, значит, безумном представлении о войне. Оно совершенно блуждающее. Они не понимают, в каком кипятке варятся их отпрыски. Потому что, ну, как бы опустить в такую войну, это не просто. Где-то там на учение поехал или что-то там пострелял. Нет. Это реальное адище. И они как-то вот не отдупляют вообще. То ли не понимают, что здесь происходит. Не хотят понимать. Обманывают себя. А и тебе, и мне постоянно задают вопрос. А когда они поймут? Когда они осознают, что все это... Никогда. Они никогда не поймут. А я объясню. Ну, мое понимание вот этого ужаса. Не, ну, сына на ладу поменять. Вот в такой диктонии особенно. Ну, да не только на ладу. На 12,5 миллионов или 13 миллионов там достаточно много можно откупить. Да они сукавили про ладу. Они там, наверное, все свои... Всем ли это дают эти деньги, ты знаешь? Ну, это, наверное. Ну, если не дают, они вообще-то за полные кретины. Вот. И я думаю, что... Знаешь, тут какой эффект? Вот я говорю, что сейчас ведь в армии, которая вот в этой мародерской, вот этой захватнической оккупационных силах, воюет одна голыдьба. Вот обратим внимание там откуда-то вот регионов из самых многодетных семей, из самых бедных регионов, депрессивных, которым нечего терять, кроме, так сказать, своей здоровья и жизни, но зато они, типа, вот кормятся семьей, обеспечат ей материальный базис процветания там своим детям, внукам какие-то, так сказать, там возможности на образование, на жизнь. И вот по сути дела, ведь Путин вероломно покупает вот это мясо пушечное. Вероломно идет, Путин, вот этих самых необразованных, неграмотных, непонимающих. В этих семьях скотское отношение вообще к жизни, не только к чужой, но и к своей. Поэтому, когда мы вот видим, когда матери говорит, ну, давай ты там воюй, ты там давай не ной, все хорошо, мы ждем от тебя там холодильник, телевизор и что-то еще, у нее, может, еще пятеро. Вот я уж извиняюсь за цинизм, да? И вот это отношение, вот как вот раньше он был, да? У меня отец из многодетной семьи. Ну, относительно, многодетный. Вот. Это... В каждой семье рожали много детей не потому, что там стремились демографически развить страну. Да, боялись, что умрет кто-то. Нет, закладывались, закладывались на смерть детей. Знали, что вот они 10 человек родили. Дай бог их трое-четверо вызовут. Правильно. Я это же и говорю, да. Да? То есть люди с многодетных семей на тот момент... Мне звонят просто, никак не могу. Да, да, да. Это постановить. Значит, люди с многодетных семей по-другому относятся к жизни своих детей. Ну, объективно. Когда у тебя 10, и ты знаешь, что у тебя половина умрет, потому что там так все время было, вот это другой менталитет. Другой менталитет. У меня отец родился в семье, у которых было пятеро детей. Ну, это уже было там 20-е годы в прошлом столетии. Уже появились лекарства, уже что-то один у них умер старший. И четверо они вот так и по жизни прошли. Из пяти детей. Но пятеро детей было. Это считалось немного. Пятеро детей это было немного. А вот сейчас эти семьи, в которых там 3, 5, 7 детей, жалко им своего ребенка? Ну, наверное, немножко жалко. Но в целом они к этому... Они заклад психологически к этому готовы. И вот эта нищета, вот эта убогость, она еще разрушает. Ну, не могут рабы там, да, вот в таком классическом понимании, быть великодушными, щедрыми, добрыми, там, прощать все. Ну, давай по-честному говорить, что все-таки это присуще тем людям, которые, ну, знают, что такое жизнь. Ее умеют ценить. Они чего-то добились. С душевным воспитанием, с душевным воспитанием. У них есть воспитание, у них есть какое-то образование, какое-то понимание. И тогда они начинают ценить жизнь. Они начинают ценить человеческую жизнь по-другому. Вот та голодьба, которую я с воюю, там, ну, я вот сейчас читаю. Да я пойду воевать, что я не воеваю? И так я здесь все равно от водки помру. Лучше я помру там, на поле боя, и что там семья что-то получит. Ну, это же распространенное. Лучше я помру на поле боя, черт с ней, даже пусть я это помру, ну, там, 12, там, с половиной миллионов или 13 получит моя семья, чем я помру здесь бесплатно от водки, да еще, так сказать, какой-нибудь пьяной драки, да еще кого-нибудь убью. Ну, это же огромное количество, огромное число людей с такой психологией, с такой биографией, с такого социального слоя сейчас направляется по контрактам в Украину убивать украинских жителей. Вот те, пожалуйста. Поэтому все логично, к сожалению. Почему сейчас там не трогают? Почему они боятся всеобщей мобилизации? Не только потому, что там молодежь с оружием окажется, а потому, что другой резонанс. Тогда нужно будет Москву поднимать, Петербург поднимать, Ну, это да, да, да. Новосибирск поднимать, Екатеринбург и далее везде. А там скажут, что он там это самое? Он куда-то втянул страну. Он там наделал кучу ошибок. Он налил там кучу крови. Кучу крови пролил. Ты что же, они охренели что-то совсем? Вот. Нальел кучу крови. И теперь мы должны своей крови исправлять его ошибки. Да пошел бы он туда, куда русский корабль. Алло. Да, да, да. Мы тебя слышим, Геннад. Да, да, да. Слышим, слышим, слышим. Вот поэтому я думаю, что где-то вот все это вот переплетается. И поэтому вот они сейчас покупают это мясо. И это мясо самого низкого качества. Нет, да конечно. Здесь разница же в чем? Когда мы обсуждаем, что есть такие и желающие, и которые идут, и в расчете на материальное. Ты же пойми, а мобилизация на такого материального вознаграждения не предполагает никаких семей. Миллиона в случаях всеобщей мобилизации и быть не может. И это тоже все понимают. Там ты должен будешь подыхать просто так, за родину. Так ты не сказали, пойдешь. Это не так, что я контрактник, вы мне заплатите. В случае моей гибели, я еще хочу вот это. А раньше не дайте мне за легкое 3,5 миллиона. Конечно. Серьезнее 5,5. Но уж если чего, там отправьтесь и мне 13,5 миллиона, как обещали. Нет, так об этом и речь. В чем разница? Потому что многие не понимают. Ну есть же, вот идут же. Ну правильно, они идут, потому что там зарплата 200 тысяч. Там в случае гибели, в случае ранения. А всеобщей мобилизации никаких денег не предполагает. То есть это просто люди никто не питают. Ну даже если они примут, как вот можно предположить, что примут они. Но у них денег не хватит. Но это не будут такие деньги, Ген. Конечно, они будут. Конечно. Ну куда? И деньги, и Вадя, да потом это как? Это все, это нет. Они скажут, вот все, вот отправляйся. Это как на картошку когда-то отправляют. Для них это тоже смысл. По месту работы зарплату платят и будь счастлив. Понимаешь? Да, и будь счастлив. Вот так это будет работать.